Все. Морально все готовы. Слайды все нашли, кто хотел. Давайте начнем. Сегодня мы будем с вами говорить про методологии разработки программного обеспечения или управления проектами. На самом деле можно трактовать так и так. Так, я в этот раз сделала такое оглавление, чтобы прям по нему идти, поэтому кто переживал, может больше не переживать. Сначала поговорим про старые методологии, потом коснемся немножко теории ограничений, потому что она вам пригодится на самом деле, и от нее достаточно сильно отталкивается agile. Поговорим про новые методологии и процессы в рамках выбранной методологии. Потом расскажу вам про то, как на самом деле это в жизни все происходит. Там есть мемаса в конце, кто уже заглянул, наверное, был озадачен, осчастливлен, скорее озадачен, но неважно. Вот Рефол, собственно водопадная, она же каскадная модель. Это такой столб проектного менеджмента, управления и всего такого. Он появился достаточно давно. По названию, в принципе, понятно. Сверху вниз все идет. Сначала у нас требования, потом проектирование, конструирование, воплощение, тестирование, инсталляция, поддержка. Вроде как все складно-ладно получается. Смотрите, столько этапов. Еще люди обычно в этом моменте где-то на требованиях и проектировании рисуют диаграмму Ганта. Это огромная такая невообразимых размеров штука документ. Есть вообще Microsoft Project Management, я не помню. В общем, есть специальная тулза для того, чтобы это делать. Я очень не люблю диаграммы Ганта. Просто терпеть их не могу, если честно. Потому что они вызывают у меня очень много боли и страдания. Потому что они никогда не сходятся. В принципе. Особенно, когда у вас agile. А у вас, на самом деле, agile всегда. Даже если у вас waterfall, там все равно agile. Вы никуда от этого не денетесь. Объясню сейчас почему. Поэтому очень много трудов уходит здесь в самом начале. Очень много. Потом получается так, что есть план. И мы его, как в знаменитом видео, придерживаемся. До самого конца. А потом в самом конце, там на инсталляции или поддержке, мы показываем это заказчику. И заказчик смотрит на это мощнейше, офигевает. И вообще не понимает, что произошло. Потому что как бы вы что-то реализовали, уже готовое показали. Он промежуточного результата не видел. И то, что он видит сейчас, как бы может максимально расходиться с реальностью. В смысле, с его реальностью в его голове. То есть субъективная реальность, она всегда есть. До этого никуда не деться. И это всегда будет. И вот этим waterfall плохо. Потому что вы один раз спросили, вам сказали, да, нормально. И в конце вы показали. А это уже может не сойтись вообще, ну, ни разу. Особенно это тяжело войти. Потому что очень динамичная среда. Рынок меняется быстро. Если это вообще какие-нибудь мобильные игры, то там все супербыстро меняется. Там очень важно успеть сесть в нужный поезд. И желательно еще в нужный вагон. Поэтому с этим надо быть очень аккуратными. Здесь waterfall явно не подходит. Есть вещи, конечно, в которых waterfall нормально работает. Это что-то вроде фармацевтики. Потому что если вы в середине начинаете тестировать лекарства, не готовые на пользователях, то тут как бы могут возникнуть проблемы. Поэтому тут лучше дойти до самого конца. И уже более-менее так посмотреть, как это работает. Не надо MVP. Вот здесь не надо. Опасно может быть. Понятно, что там тоже есть какие-то этапы разработки. Понятно, что это там не так, что один раз ты что-то с формулой создал, и потом всю жизнь ее гоняешь. Но все равно. Вот здесь это очень важно. Со строительством, например, waterfall понятно, почему можно использовать. Но и то. И то он не всегда хорошо работает. Потому что у вас, например, человек просил особняк, а вы построили ему избушку деревянную, классную, резную, но он просил у вас какой-нибудь хай-тек в минимализме, с окнами в пол, а вы ему ставни разукрасили. Ничего, но, в принципе, немножко не то, что человек хотел. Но это нормально. Это вот издержки waterfall. Он дает ощущение, как говорил один мой коллега, warm fuzzy feeling of safety. Такое пространное, теплое, пушистое чувство безопасности. Вот. Waterfall его действительно дает, но на самом деле этого не происходит. То есть вы живете в абстрактной какой-то безопасности, у вас точно есть план, вы раз в какой-то промежуток времени на него смотрите, успокаиваетесь, идете дальше, делаете не то, но зато план есть, зато вы по нему идете. В этом плане... План, 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 план на плане. Ну, извините, лекция такая. Тут не очень хорошо все с этим. Собственно, плюсы, четкая структура, понятные сроки, определенная конечная цель. Минусы, неадаптивная структура ПО, слабое управление изменениями, позднее тестирование. Вот позднее тестирование, это вообще очень серьезная тема. Если тестировать, начать в самом-самом конце разработки, вам будет очень-очень больно, потому что вы можете найти какие-нибудь такие баги, которые на самом деле появились еще где-то в начале, а вы сверху написали еще там 10 слоев. И вы типа, блин, и что же теперь делать? А чего делать? Переписывать. Поэтому часто, знаете, IT-проекты доходят до определенного этапа, и люди на них смотрят, и разрывочат такие, ну все, а теперь мы будем все переписывать. И переписывают. Я смотрю, коллеги мои улыбаются, слушая это дело. Так и да, и есть. Вот такое у нас случается на самом деле. Так что тестирование должно быть как можно раньше. Agile с этим помогает. Каждая итерация обычно тестируется. Обычно. Но всякое бывает. Я про это тоже расскажу. Про waterfall, кажется, вы все поняли. В принципе, норм. Диаграммы Ганте, вы тоже их не будете любить, скорее всего, но вас все равно будут просить их делать. Ну, жизнь вообще такова. Ну, сделайте. Но вы либо тогда не забывайте вносить туда изменения, либо сделайте так, чтобы было один раз красиво, но потом как бы, ну вы сами все поняли. Я, в общем, к этому скептически достаточно отношусь. Да. Не-не-не-не-не-не-не-не. Диаграмму Ганте я даже показывать вам не хочу, но я покажу вам на следующей лекции, потому что на следующей мы будем про оценку и задачи, и декомпозицию говорить, и я вам ее покажу. Вы ужаснетесь, поймете, что это такое, и тоже примете мою точку зрения, возможно. Вот. Спиральная модель. Собственно. Очень много здесь всего написано. Она ближе к agile, на самом деле. Тут все действительно идет от начала через анализ рисков. Анализ рисков происходит на каждой итерации, и все это происходит последовательно, вроде с инкрементом. Но вот тут как бы дело в том, что вроде на agile это как-то похоже, но не совсем, не до конца. Тут происходит так, что вроде как оценка рисков происходит, вроде определение задач должно происходить, вроде всего-всего-всего много, но на самом деле здесь очень большое скопление всех, очень большое скопление невероятного количества этапов. То есть вроде всегда надо, и это правильно, кажется, анализировать риски, уточнять требования, писать план, вот это все, каждую итерацию. Действительно надо, но жизнь как бы никого не щадит, и вы не будете успевать все это делать точно. Вот. Понятно, что эта вся штука адаптируется, что это максимально близко уже к agile, но это все равно не одно. В agile вы можете все-таки выбирать то, что вам действительно нужно, то есть он вообще про это, про правильный выбор и про итеративную штуку, про итеративное развитие. Но здесь с этим есть некоторые проблемы. Я вам советую, если есть желание про это узнать побольше, почитать про это, на самом деле, про спиральную модель, в смысле. Потому что, ну, она не стоит там большого количества времени, чтобы на нее отводить. Хотите, почитайте, мы перейдем просто дальше к более важным вещам. Основное вам узнать, на самом деле, про то, что есть, был, иногда у кого-то еще есть waterfall, и о том, что есть agile. Agile фреймворки, agile подходы и прочие такие вещи. А сейчас мы пока что с вами поговорим про теорию ограничений. Я не знаю, помните вы или нет. Может быть, да. В одной из лекций в списке литературы была книга «Цель» Ильяху Галдрата. Вот, собственно, это тот самый человек, который занимался теорией ограничений. Очень хорошая книга, если кратко, там о том, что главному герою достается фабрика достаточно убыточная. Ему нужно за несколько месяцев эту фабрику поднять на ноги и улучшить там все показатели, чтобы ее не закрыли. А если закроют фабрику, а фабрика на тот момент является градообразующим предприятием, люди потеряют работу, город развалится, ну, в общем, так себе перспективы. И он начинает думать, как все это дело можно исправить. И пока он думает над всем этим, он приходит к выводу, что очень важно найти узкие места, потому что кажется всегда, что процесс настроен идеально, особенно на фабрике. Ну, то есть там конвейер, там все вроде как бы нормально работает, там техника, люди посменно, вроде все ок. Но важно найти узкие места, потому что, например, на какой-то, как в книге в этой, есть моменты такие, что какая-то машина, например, тратит на производство слишком много времени, и вместо одной дорогой машины можно поставить две похуже, и они будут в четыре раза быстрее все это делать, как окажется. Такие узкие места всегда надо искать. В проекте они могут быть в любом, абсолютно в любом месте. Это может быть дизайн, если мы говорим о разработке. Например, на дизайн у вас тратится очень-очень-очень много времени, и вы не понимаете, что там вообще происходит. И когда вы начинаете итерацию, часть дизайна у вас занимает какие-то невероятные сроки. Вам нужно найти, что именно, какая проблема в дизайне, потому что он явно тормозит разработку, ее решить и пойти дальше. Я понимаю, что вам это очевидно сейчас, типа, есть проблемы, надо решить. Но у вас, когда флоу есть, и у вас что-то где-то, сроки не сходятся, вам нужно сесть нормально и копнуть, где и чего у вас действительно работает не так. Вам нужно понять, чего у вас не так работает, и максимально это использовать. Нормализовать так, чтобы это было уже в нормальном виде, поставить это на поток, смотреть, как это работает, и потом, собственно, искать уже новое узкое место. Допустим, нашли вы проблему, то, что у вас долго делаются макеты. Окей, поправили. Теперь макеты у вас делают либо там два человека, либо вы смотрите каждую итерацию макета, делаете итерацию еще меньше, смотрите, проверяете. Справили это, пошли дальше. Пришли, у вас оказывается, что в разработке, допустим, никто не доделывает до конца задачи. Вы спрашиваете, почему никто не доделывает до конца задачи? Все говорят, ну в смысле мы доделываем? Там в конце есть картинка на эту тему, так в реальности очень часто происходит. Мы доделываем до конца задачи, какие проблемы? Ну ничего же не работает. А это уже другой вопрос, задачи не было, чтобы работала. Задача есть делать задачи. Ну, в принципе, конечно, логично. Вы находите, что задачи до конца не доделываются. Вы начинаете искать причину, почему задачи не доделываются до конца. Здесь могут быть как объективные, так и субъективные какие-то причины. Это моя личная терминология, не какая-то официальная. Про объективные я говорю о том, что, например, задача может быть плохо декомпозирована. То есть, опять же, у вас есть сделать хорошо, но непонятно, что такое хорошо, как человек поймет, что он сделал хорошо, достаточно ли у него данных для того, чтобы сделать хорошо, ну и прочие вещи. Это, на самом деле, самая частая проблема, и больше всего тормозов случается именно из-за нее. Задачи недостаточно декомпозированы и плохо описаны. Субъективные причины я имею в виду, кто-то заболел, кто-то там не пришел, у кого-то плохое настроение, он там плохо покушал или какие-то еще. Ну, в общем, миллион, на самом деле, таких дел может быть. Но по большей части и вы влиять можете только на объективные какие-то причины, то есть на флоу, который связан именно вообще с разработкой в принципе, а не с личными проблемами людей. Хотя вы, забегая вперед на следующую лекцию, должны интересоваться людьми, которые у вас работают. В идеале вообще вы должны знать, кто из них что любит, у кого есть какие хобби, кто чем занимается. Не надо лезть прямо и узнавать, кто там с кем живет, какими вещами кто занимается, там, свободное от работы время со своей семьей, но про какие-то хобби, про основные интересы людей знать нужно, потому что так вы сможете лучше понять, какие задачи им нравятся, не нравятся, подходят, не подходят. Давать задачи только понравится, не нравятся невозможно, к сожалению, потому что всегда будут задачи, которые никому не нравятся. Абсолютно всегда. Там поставить какой-нибудь счетчик на какую-нибудь кнопку, вообще это же бред. Ну, кому может нравиться счетчики на кнопки ставить? Это же, ну, неинтересно, скучно и вообще. Но это точно будет нужно, это все равно придется делать, потому что вам нужно будет как-то, ну, если это мы говорим про сайт кнопки, нужно будет как-то считать, собственно, клики, рекламу и всякие прочие вещи. Вот. Но все равно должны быть задачи, которые людям нравятся. Это очень важно, иначе люди будут уходить. Вот. Вы, допустим, возвращаясь, было в топ, лирическое отступление, возвращаемся. Нашли вы, почему у вас не завершаются задачи, стали декомпозировать таски еще больше, все стало сходиться, вроде бы, и тут вы понимаете, что что-то все равно идет не так, есть еще один тормоз. Вы идете, и оказывается, что у вас в тестировании занимает, там, не 4 дня, если у вас недельная какая-то итерация, а оно занимает в итоге неделю. Почему оно занимает неделю? Потому что человек, например, тестирует, тестирует, ой, ой, какой глагол интересный, тестирует, а разработка ничего не чинит, потому что у них свои задач по горло, вы же им еще и декомпозировали, они теперь точно знают, что делать, им же надо до конца доделать, и это еще одно узкое место. Вы пошли туда, стали разбираться, что с этим делать, разобрались, что с этим делать, пошли дальше, дошли до релиза, там тоже может что-то пойти не так. Вы понимаете, что сервер там может упасть ваш в любой момент. На самом деле, это действительно так он может упасть в любой момент. Так и бывает, и он падает, и обязательно упадет в самые ответственные. Честно, так и будет. Серьезно вам говорю, это прям жиза. Вот оно так работает. Поэтому нужно иметь еще два, а лучше три дополнительных, на которые, если что, пользователей можно перекинуть, распараллелить все это дело и продолжить как-то жить. То есть, это тоже узкое место, вы тоже должны это понимать, что инфраструктурные вещи тоже имеют значение. И вот так вы ходите, на самом деле, постоянно и ищите узкие места. Вам кажется, что у вас все хорошо, но, ну, может быть, какой-то промежуток времени. Но потом все равно настанет какая-то проблема. На самом деле, производительность повышать можно всегда. Это такой график, который уходит в бесконечности далее, желательно вверх. Вот. Ну, может, уходите бесконечно вниз, если ничего не делать, на самом деле. Так что, смотрите, пользуйтесь теорией ограничений. Советую почитать книжку. Она написана в виде романа, читается очень легко, она очень классная. Плюс у него есть там, по-моему, цель 2, если я не ошибаюсь. Я, честно, не читала вторую часть, не знаю. И у него есть еще книжка вместе со своей дочерью, в смысле его дочерью, написанная про то, как он, собственно, эту теорию ограничений создавал, от чего отталкивался и почему решил написать роман. Можно посмотреть все эти вещи. В принципе, достаточно интересно. Эта штука на примере, который есть в книге, отлично рассказывает, как и что делать. Поэтому прочитать действительно стоит. Ну, прям советую. Это топ-книга для менеджера и вообще не у менеджера тоже, для человека, который как-то эффективно хочет всеми своими вещами в жизни управлять. Там есть и про финансы, и про производство, и про очень-очень-очень-очень многие вещи. А теперь про agile. Уж сколько вы слышали это слово, я думаю, просто бесконечно. Оно сейчас, по-моему, из каждого столба. Оно уже чуть-чуть поменьше. Сейчас у нас машинное обучение из каждого столба. Раньше был agile. Собственно, что это? Agile — это система семейства или система гибких подходов к разработке продуктов, если кратко. Agile от, собственно, слова прилагательного английского agile — это быстрый, гибкий, проворный. Переводится примерно так. Это из статьи про капкейк принцип, по-моему, он называется, интеркомовской. И про то, как часто создаются продукты. Часто продукты создаются как верхние части. То есть делают какую-то базу, ну, на примере кексика вот так. То есть кейк-бэйс, потом начинку, потом, собственно, покрытие. Интерком предлагает, и абсолютно верно, собственно, так и работает agile. Следующий принцип. Вы сначала делаете кексик, потом из кексика делаете пирог побольше, потом из пирога побольше делаете свадебный торт. Вот так это должно работать. То есть вы постоянно завершаете до какого-то определенного этапа. Вы получаете какой-то MVP, какой-то прототип, смотрите его, понимаете, ок вам или не ок, и дальше, исходя из полученных выводов, что-то решаете. Вы либо наращиваете функционал, либо там отказываетесь от этого и делаете еще один прототип новый. До того момента, пока, собственно, не достигнете своей конечной цели. Agile посвящен этому, что вы постоянно, итеративно и инкрементально наращиваете свой продукт. В смысле, последовательно и набирая функционал. И все это показываете, собственно, клиентам, заказчикам, стейкхолдерам, как термин из управления проектами общего. Собственно, всем тем, кто имеет к продукту это отношение. Ну, какое это вообще отношение. Основные принципы Agile следующие. Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. Работающий продукт важнее исчерпывающей документации. Тут будут комментарии. Сотрудничество с заказчиком важнее согласование условий контракта. Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. И это действительно так. Тут бывает часто такая опасность в некоторых компаниях, когда у вас для того, чтобы что-то сделать, нужно пройти по десяти департаментам каким-то, получить там десятки подписей, и только после этого начать, собственно, решать какую-то проблему. На самом деле, договорившись между людьми, сходив к кому-то ногами и просто поговорив словами через рот, можно добиться невероятных результатов. Поверьте мне, это работает. Вы, может быть, никогда не пробовали? Стоит начать. Я понимаю, что вам смешно от этого, что люди, может, ну, как бы, это же очевидно. Мало кто так делает. Серьезно. То есть обычно делается так. Что-то кто-то кому-то сказал, где-то что-то написал, поставил задачу, программисту отдал, программист понял, как мог. Собственно, как написали, он так и понял. И сделал тоже, как понял. В итоге получилось что-то странное. Нужно было прийти, спросить, все ли ок, ну, если задача сложная, если там вы не обсуждали это изначально, хотя agile предполагает обсуждение, все ли ок, уточнить, узнать, все ли понятно, согласовать все эти вещи и только потом начать работать. Работающий продукт важнее исчерпывающей документации. Да, конечно, так, но это не значит, что документация не нужна. Это вот комментарий, который я обещала. Она нужна, она должна быть. Ходы не все. Понятно, что не каждый шаг будет записан, но какие-то основные базовые принципы записаны быть должны обязательно. Потому что через год вы не вспомните, как вы это начинали программировать. Если, конечно, это не было мучительно больно. В том случае вы, конечно, вряд ли забудете. Но люди, которые придут новые на проект, а проект, если он успешный, то он растет, люди, которые придут на проект новые, они не найдут вообще концов. Они не поймут, с чего начать. Они не поймут, где тут начало, где середина, где текущий этап. И будут вообще в полной панике находиться, пока, собственно, кто-то из текущей разработки не придет, не сядет рядом и не начнет все объяснять. А это, как вы понимаете, время и деньги. Потому что человек вместо того, чтобы заниматься своими задачами, сидит там с новеньким и все ему рассказывает. Типа, два года назад мы начали программировать вот с этого. Потом мы стали делать вот это. А вот сейчас мы делаем это. Вы понимаете, что рассказать, типа, два года разработки достаточно сложно. Плюс это все будет окрашено какими-то личностным восприятием, собственно, реалии. Так что это может затянуться на некоторый промежуток времени. Сотрудничество с заказчиком важнее согласование условий контракта. Здесь про проблему waterfall, собственно. Как раз про то, что нужно приходить, показывать MVP, спрашивать ок-не ок и уходить дальше доделывать. А не ждать конца, приносить, быть непонятым и уходить. И вообще больше никакие проекты не делать никогда. Фидбэк получать страшно. Особенно от заказчика. Это понятно. Это достаточно болезненные вещи всегда. Но это делать нужно. Вы делаете прототип. Вы делаете какую-то часть продукта. Приходите к заказчику, ее показываете. В зависимости от того фидбэка, который вы получаете, вы уходите работать дальше. Делаете, опять же, задачи, план на разработку и прочие вещи. Готовность к изменению важнее следования первоначальному плану. Это так. И это большая боль и не боль agile одновременно. Некоторые воспринимают это следующим образом, что можно приходить каждый день и набрасывать новое. Набрасывать новое, которое сразу же все начнут неистово программировать. Нет. Даже в agile есть какое-то планирование. В фреймворках Kanban и Scrum, про которые мы с вами сейчас начнем разговаривать, есть какой-то список задач все равно. Там все равно есть какая-то декомпозиция. Не нужно воспринимать это так, что действительно можно приходить каждый день, кидать в программиста новыми задачами и счастливо убегать, думая, что он сейчас все начнет делать. Нужно все-таки жалеть людей, ставить себя на их место и хотеть сделать правильный, хороший, грамотный продукт. Без лишних, без торчащих каких-то там волосин в разные стороны. Это скриншоты из книги Хенрика Книберга про Scrum and XP from the Trenches. Есть она в конце лекции в списке литературы. Посмотрите, она есть на русском. Я не помню, я положила на русском или на английском, но есть на русском. Если она на английском, поищите в интернете, найдете на русском. Она бесплатная, распространяется фри. Так что это, пользуйтесь. Собственно, здесь как раз про то, что не надо делать непонятно что и по кусочкам все потом собирать. Нужно делать сразу цельные, единые какие-то вещи, которые можно показать, давать на фидбэк, потом уже от этого отталкиваться. Эджайл на самом деле состоит в этом. В том, что все поэтапно, что есть постоянный фидбэк, что вы отталкиваетесь от него, получаете какие-то новые инсайты и уже дальше работаете. Я расскажу немножко про лин и лин-манифектуринг. В чатике был, я не скажу, что дискуссия, потому что два сообщения — это не дискуссия, конечно. Что раньше лин и эджайл? Это не вопрос курицы и яйца на самом деле. Лин, конечно, раньше. Сейчас просто лин подразумевается в том числе как и метод разработки ПО. И его вносят под эджайл, потому что эджайл подразумевает слово гибкость. Вообще лин появился очень давно. Начали его ребята в Тойоте делать. Они, собственно, занимались Канбаном. Дальше будет тоже про Канбан и про Тойоту в том числе. Собственно, главное в лин, лин — это бережливый, если переводить в терминах разработки и производства. Главное — оценка ценности продукта для конечного потребителя на каждом этапе. Ну, то есть вы видите, это как раз то, что есть в эджайле, во всех эджайл-принципах. Задачей бережливого производства является планомерное сокращение процессов и операций, не добавляющих ценности. Это я к чему? К тому, что я вам не зря показала теорию ограничений. Потому что сокращение процессов и операций, не добавляющих ценности, это тоже к теории ограничений относится. И, конечно, к этому относится минимизация потерь. Нужно смотреть, где эти потери находятся. Потери, они же ограничения, можно по-разному воспринимать, там, трактовать, как хотите. Потери могут быть из-за производства, из-за ожидания, из-за ненужной транспортировки. Но это, если говорить о производстве именно таком, ну, заводском. Из-за лишних каких-то запасов, а тоже могут быть потери, потому что, допустим, у вас... Это, кстати, прикольная вещь. Относительно какого-то крупного интернет-магазина был кейс, и они вот справлялись, собственно, с помощью теории ограничений, юнит-экономики этим делом, поставляли интернет-магазина и неинтернет-магазина. Там и так, и так работает. В общем, суть в том была, что в скраме, в книжке Сазерленда, есть этот пример относительно обычного супермаркета. Суть была в том, что приносили большую-большую кучу товаров, как-то их выкладывали, раскладывали. На складе оставалась тоже какая-то невероятная куча. Все это... Что-то как-то продавалось, и непонятно было, собственно, что делать дальше. В итоге что-то кончалось, что-то не кончалось. Все было в каком-то непонятном хаосе. Потом ребята начали разбираться, поняли, что у товаров вообще есть сезонность, и что на складе нужно хранить, например, только те вещи, которые относятся к данному сезону. Это относится и как к магазинам одежды, одежды и к магазинам, конечно же, продуктов особенно, потому что это все вещи скоропортящиеся. Нужно соблюдать сезонность и привозить даже на склад с производства вещи, которые нужны в данный ближайший момент. Их уже развозить по магазинам или продавать людям. И только так можно, собственно, какого-то нормального прогресса добиться и деньги сэкономить. Потому что если у вас все складские помещения будут забиты дубленками, а как бы на дворе плюс 27, есть некоторые вопросы. Вообще рентабельность вашего бизнеса через месяц. Скорее всего, она будет никакой. Потери из-за ненужных перемещений. Понятно. Потери из-за выпуска дефектной продукции. Продукции. Ну, тут как бы вроде вообще очевидно. Потери из-за ненужных перемещений. Хочу обратить внимание на этот пункт. Я, может, не до конца понимаю, но я не очень понимаю. Дело в том, что у Старбекса, по-моему, год что ли назад, два года назад, а может и сейчас есть, не врать не буду, была точно табличка, что там собрано в Кении, упаковано во Франции, там продано, ну, там, не знаю, разработано там, да-да-да-да-да, продано в России, там. И я уже, да, это точно было, значит, в прошлом году, потому что я вела тогда лекции. Поэтому я как раз тогда делала этот слайд, и я вот задумалась про ненужные перемещения. Думаю, зачем, зачем, зачем? Ну, то есть, я, может, чего-то не понимаю. Возможно, это просто маркетинг, на самом деле. Возможно, все не так. Возможно, в той же Кении все благополучное это произошло. Но я, честно, не понимаю, если это действительно так, зачем? То есть, реально везти кофе из Кении во Францию, чтобы там просто запаять его в фольгу? Ну, ладно. Ну, как бы, Старбакс без каких-то, я думаю, проблем может себе это позволить. Но мои мозги не могут, поэтому у меня с этим есть некоторые трудности. В общем, старайтесь избегать таких вещей, если вы не огромная компания, которая может себе позволить заворачивать кофе в фольгу в другой стране, на другом континенте, другими людьми. В общем, well, будьте аккуратны. Остальные вещи вроде более-менее понятны. Тут на каждом этапе, как вы понимаете, нужно искать ограничения, смотреть, чего вам мешает, и идти как-то дальше. Ограничения — это то же самое слабое звено. По-разному можно называть. Помню, была передача про слабое звено. Я в прошлый раз, в прошлогодние лекции вставила слайд, а узнали не все. Я расстроилась и больше не вставляю, потому что понимаю, что я старовато. И больше так не шучу. Собственно, остальные элементы ЛИН — это поток единичных изделий, канбан, всеобщий уход за оборудованием, быстрая переналадка, кайдзен и пока йокэ. Это защита от ошибок, и пока йокэ — защита от дураков. Мы сосредоточимся с вами на канбане. Кайдзен — это один из принципов, собственно. — Детям правильное решение. — А? — Детям правильное решение. — Что именно? — Кайдзен. — Да-да-да. — Слышен недавно. — Вот. Он… По него можно почитать, и нужно почитать. Он хороший, но сосредоточимся на канбане, а потом на скраме. Я просто боюсь, что нам времени на самом деле просто не хватит. Если будут вопросы, то мы сможем, как и в этот раз, просто обсудить чуть-чуть перед лекцией, и все будет норм. Канбан. Главное в канбане, собственно, уменьшать количество работы, которое находится в прогрессе. И полностью завершать задачи. Полностью завершать задачи. Опять же, в конце будет картинка про это. Полностью завершать. Полностью — это если мы касаемся разработки, значит, что мы не просто запрограммировали и отдали, и забыли. Это значит, что мы запрограммировали, протестировали, зарелизили, и оно работает. Вот это полностью завершенная задача. А если один отдел отдал код другому отделу, то это не полностью завершенная задача. Это как бы незавершенная задача вообще. Я тут как бы действительно достаточно много проблем, связанных с недопониманием и недокоммуникацией между двумя подразделениями или двумя отделами в рамках одного проекта. Например, есть у нас, допустим, машинное обучение и есть у нас фронт-энд, собственно, который просто выдает какие-то данные. Машинное обучение сделало свою часть, напрограммировало искусственного интеллекта, обработки текстов, все это классно сделало. Говорят, мы сделали все. Вы смотрите через неделю, а ничего не поменялось. А оказывается, что там у разработки фронт-энда, которые делают, собственно, внешнюю часть, у них там планов еще на две недели. Они еще с прошлой не сделали и как бы с этой еще даже не приступали. И это на самом деле проблема, потому что машинное обучение считает, что они сделали, ребята из фронт-энда не сделали, в тестирование как бы, извините, даже не уходило. Что говорить про релиз? Понятно, ничего не говорит. Там ничего нету в этом релизе, ничего не зарележено. Эта задача не завершена. Понятно, что разные обстоятельства бывают, но нельзя сказать, что это прям задача, все, все ок, все, можно и пользоваться теперь как продуктом. В канбан нет ролей, в отличие от скрам. В скраме разделено на продакт-оунера, на скрам-мастера и на команду разработки. В канбан как бы все равны, все нормально. И в канбане нет жестко ограниченных временных промежутков. Нет, ну в принципе, конечно, как-то должно быть какое-то понимание, что сколько занимает. Но прям как в скраме, о котором мы сейчас начнем разговаривать, там такого нет. В канбане самое главное смотреть вот именно за количеством работы в процессе. Это картинка с сайта Toyota, собственно, о том, как они это делают, о том, как это все происходит. Вы можете посмотреть на самую, ну на первую часть, которая зелененькая, и видите, что там происходит все так, что только нужные части присутствуют на определенном месте. Например, если машине сейчас нужны двери, то там будут только двери. Там не будет валяться рядом колес, там не будет рядом валяться подвеска, там не будет где-нибудь валяться мотор, там либо, простите, не сильно, как бы, как могу. Там будет только то, что нужно. Я читала книжку и упоминала про нее, да, у Toyota. Можете там вычитать, там этот кейс хорошо описан. Здесь вы можете просто посмотреть, что когда нужно, тогда они, собственно, и подвозят те элементы, которые необходимы на производстве. И, собственно, так же это происходит с доставкой машин, с доставкой техники, с доставкой каких-то других элементов. То есть, когда что-то готово, забирают и увозят. Нет такого, что все там копится до какого-то умопомрачения, потом все это с копом забирается и куда-то увозится. Это большая проблема, обычно на производствах, и об этом есть в книжке цель, как раз о том, что они тоже долго ждали, пока накопится большая гора, чтобы так все взять, в охапку, извините, простите, и унести. Так делать не надо, нужно по партиям все это разгребать, увозить, и тогда все будет хорошо. Аллюзия и метафора, и другие художественные приемы понятны с разработкой программного обеспечения, надеюсь. Ну, сейчас, ладно, покажу, собственно, табличку канбана, как это может выглядеть в, собственно, разработке ПО. Достаточно интересная штука. Здесь мы у нас видим несколько столбцов. Начнем с ними знакомиться. Если вы помните из предыдущей, по-моему, лекции, я говорила, что такое бэклог. Бэклог — это список задач. Собственно, список всех задач, которые у вас есть. Приорити — это бинго приоритеты. Ничего сложного. Это те задачи, которые нужно выполнить первыми. «Инпрогресс», я думаю, излишне комментировать. «Дан», в принципе, тоже все понятно. Здесь очень важно посмотреть на столбец «Инпрогресс». Здесь висит только одна задача. Только одна. И не зря это так. На одного человека, допустим, должна быть одна задача в процессе, в методологии канбана, во фреймборке канбана. Ну, называйте, как хотите. Это на самом деле doesn't matter в канбане. Почему? Потому что только сконцентрировавшись на одной задаче, человек может сделать ее хорошо. Потому что, если у него 10 задач, он не сделает 10 задач хорошо. Опять шутка про 9 женщин и ребенка за одного месяца. Не бывает так. Нельзя, чтобы было 10 задач, и чтобы все были сделаны на отлично. Какая-то будет лучше, какая-то будет хуже, какая-то будет вообще никакая. Так не бывает. Поэтому ограничивать работу в процессе это абсолютно нормально. Лучше дать людям чуть меньше задач. Чуть меньше. Пусть они сделают их хорошо. Пусть они будут оттестированы. Пусть они будут потом зарелижены нормально. Не нужно закидывать их десятками, а потом сидеть и думать, ну, блин, что-то он ничего не делает. Конечно, потому что он тут одной рукой он программирует у вас, я не знаю, зеленую кнопку, другой рукой он программирует собственно, логин и авторизацию, а третьей рукой, а, видимо, раз три задачи, то и руки, рук такое же количество, а третьей рукой он программирует у вас обновление питона, я не знаю, потому что тоже надо. И он сидит такой, конечно, тут как бы... Вы же понимаете, что не рукой, да? Он программирует третье, потому что третьей руки нет. Вот чем может, тем и программирует он или она. Это не важно. Собственно, это действительно так, обратите на это внимание. Должна быть одна задача, на которой стоит сконцентрироваться. Если нет возможности одну задачу поставить или там две, нужно, чтобы у человека было понимание, какая из этих задач важнее. Какую делать сейчас, какую делать потом. не надо, чтобы две были одинаковые важности. Это все равно же не так на самом деле. Они не одинаково важны. У них у всех важность своя, приоритеты свои. Приоритизировать вы научились на прошлом занятии. Молодцы. Если не научились, научимся. Я вам расскажу и покажу примеры того, как бывают типа одинаковые задачи на следующем занятии. Потому что сегодня, опять же, мы больше про методологию. но они не всегда важны. Какие-то аффектят сильнее, какие-то аффектят меньше. Нужно бы что-нибудь такое придумать. Допустим, у вас есть внедрение системы оплаты какой-нибудь. И, допустим, что у вас есть еще как раз это самое обновление питона. и вам нужно реально решить, что вы будете делать. Первое или второе. Эти задачи важные. Они обе важные на самом деле. Потому что в одном случае, если вы не делаете систему оплаты, то вы теряете возможность монетизации. Во втором случае, если вы не обновляете питон, вы как бы копите технический долг. А если вы копите технический долг, вы копите себе проблемы. здесь надо решать, что же делать. Я вам расскажу, что делать. Нужно обновлять питон. Почему? Есть у кого-нибудь идеи? Технический долг, где будут тормозятся другие процессы. Это да. Еще почему? Чтобы не обновлять систему оплаты. Вот. Боба, я понимаю, почему ты знаешь. В принципе, Боба просто работает уже у нас стажером в поиске. Поэтому понятно, что у него есть опыт. Действительно, нужно обновлять сначала питон, потому что если вы напрограммируете систему оплаты, то вам потом ее тоже обновлять. И вы чем дальше вот так вот будете сидеть, тем дольше вам потом все это обновлять. А потом там будет такая куча, и там наверно такого, что вы не разгребете это еще месяца два. И будете два месяца обновлять питон. И ничего нового делать не сможете. Просто физически не сможете, потому что все будет лежать. Конечно, не так критично, как я вам рассказываю, но почти так на самом деле. Чего-нибудь, каким-нибудь пальцем кто-нибудь что-то будет программировать продуктовое, но это будет сложно, и эффект какой от этого получится совершенно непонятно. Вот такие вещи бывают, приоритизация. На следующем занятии еще разберем какие-то такие примеры, посмотрим. Здесь еще здесь хорошо, кстати, показано вообще agile, в принципе, и на примере разработки условной, разработки велосипеда. Тут у нас в дан уже находится finalized bike design, то есть дизайн велосипеда мы закончили, утвердили, в смысле совсем утвердили, нормально утвердили, там не прибежит сейчас никто и не скажет подожди, нарисуй зеленое, сделай так. И у нас в прогрессе находится там рама, в приоритетах сделать сидение и сделать тормоза, и в бэклоге у нас, собственно, все это там слепить, шины налепить и, собственно, этот велосипед потом зашипить. Зашипить в смысле доставить. Привыкайте к англицизмам. Понимаю, что не все их любят, но в продуктовой среде войти в разработки англицизма это, блин, повсеместная штука. Вы постоянно будете с этим сталкиваться. Не пытайтесь закоснеть в понимании того, что русский язык единственный, великий и больше вообще никаких других нет и не нужно, иначе вы будете немножко глупо выглядеть на самом деле. Есть один профессор в машинном обучении, который говорит, что нельзя называть фичи фичами, нужно называть их признаками. И он топит за это постоянно, на всех лекциях. Он говорит, что вот я считаю, что настоящий профессионал тот, который называет это не фичи, а признаки. Вот такая единственная правда жизни. Никто, серьезно, ребят, почти никто не называет это признаками, все называют это фичами. Во всех онлайн-курсах, даже на русском языке, это называется фичами. Ну, фичи именно применительно машинам обучения, собственно, features, там своя терминология. В общем, если у вас есть фичи, не надо, продуктовые фичи, не надо говорить, что это дополнение к функционалу продукта, пожалуйста. Ну, как бы, серьезно, не надо, это глупо выглядит. Если у вас есть мониторинги, которые надо настроить, не надо говорить, что вы хотите систему отладки и отслеживания возможно получающихся ошибок вы хотите сделать. Называйте вещи своими именами, вас никто не поймет, если вы будете выделываться как сдобный пряник. По возможности избегайте этого. Собственно, вот, про канбан понятно? Понятно. С канбаном тут проблемка следующая может возникнуть. Пока что про проблемы канбана, потом сейчас про скрам начнем, и там уже много всего. Отдохнем сначала, потом про скрам начнем. В канбане какая может быть проблема? он не всегда подходит для больших проектов и для больших компаний, и для тех, у которых ритм разработки очень высокий. Потому что там действительно чаще всего, если вы работаете в большой компании, если вы работаете, например, в Mail.ru, там действительно важно, когда и что вы будете релизить. Тут недостаточно сказать, что мы в принципе, конечно, когда-нибудь сделаем велосипед. В смысле велосипед может быть в разных смыслах, особенно в разработке. Как бы строить велосипеды любят все. Велосипед это плохо, если что в мобильной, ну вообще в разработке программного обеспечения. Обеспечение это значит, что вы делаете что-то свое, что уже есть, но делаете это как-то по-новому. В общем, изобретаете. Так делать не нужно. В общем, канбан поэтому не подходит для таких больших компаний и для больших продуктов, которые уже находятся в продакшене. Потому что там должна быть явная итеративность, там должны быть явные сроки, там должно быть понятно, что, когда и почему вы зарелизите. Есть гибрид скрама и канбана, называется скрам бан, на удивление. Немного тут оригинальности. Я про него в конце расскажу. Его можно использовать, если вы работаете в большой компании. Но вот с канбаном реально проблема. Он подходит для стартапов в принципе, хотя книжка про то, как сделать MVP называется спринт, а спринт это терминология собственно скрама. Я думаю, что тоже не просто так. Поэтому смотрите, почитайте про канбан побольше, он в принципе приятный, он умиротворяет, когда про него читаешь, потому что все очень гармонично и прекрасно. про Тойоту прям одно наслаждение читать, но не всегда так работает, особенно в IT. А как работает в IT, можно посмотреть вообще на примере скрама. я чуть-чуть вводную часть совсем расскажу, потом отдохнем. Есть книжка вот такая скрам The Art of Doing Twice the Work in the Half Time написал ее Джефф Сазерленд. Я показываю вам английскую обложку неспроста, потому что в русском варианте она почему-то называется революционный метод управления проектами. Это совсем не то, что написано. А еще она синяя. Нет, она красная. Она красная. Нет, 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 это вы путаете с русской книжкой про скрам для управления проектами. Это другая. Есть синяя, но она другая русским автором написана, не помню кем. Русская такая же красная, но называется революционный способ управления проектами. Где у людей дважды в два раза больше работы за один промежуток времени, там у нас революционный метод управления проектами. Ну, как смогли, так перевели. На самом деле в остальном перевод нормальный, можно читать русскую версию. Она вот такая вот толстая, прям нормальная такая для книжки. Там, конечно, как и во многих около бизнесовых книгах, часто повторяется одно и то же из страниц в страницу, но в целом почитать можно. Основные понятия, сейчас быстро пробежим и пойдем водички пить. Основные понятия в скраме, скрам вообще переводится как схватка с английского. Пользовательская история или юзер стори, она же просто стори, это задача, сформулированная определенным образом, каким, сейчас поговорим, бэклог, о котором вы уже знаете, это приоритизированный список задач, в скраме он приоритизирован. спринт, это жестко ограниченная по времени итерация, 2-4 недели бывает и одна неделя. И роли, собственно, в скраме есть, это скрам мастер, продакт оунер и девелопмент тим. Продакт оунер, это он же продакт менеджер, он же, можно, у него миллион имен и вообще можно называть как угодно. иногда этих людей различают, иногда нет, как угодно на самом деле может быть. По методологии, чтобы все было по фэншую, да, они должны быть разные, но на самом деле не всегда это так. Продакт оунер это тот, кто заведует собственно всем этим бэклогом, решает, какую задачу делать раньше, какую позже, ну, то есть продакт менеджер, решает, что вообще нужно делать, ну, и прочие похожие вещи. Scrum-мастер это тот человек, который работает с командой разработки, помогает им собирать ежедневные небольшие совещания, помогает им решать какие-то их проблемы, организовывает в конце Scrum-а ретроспективу совещания с обзором, потому что было в спринте, ну, и в общем занимается такой организационной деятельностью, но это не проект менеджер, это человек, который прибегает, там, коммуницирует и потом убегает, он не занимается дальше их проблемами, что там кто-то, у кого-то не хватает задачи и описание задачи и всякое такое, нет, это там проект отдельный. Scrum-мастер, ну, вот именно если по книжке, он не должен этим заниматься, он, собственно, такой, про коммуникацию. Ну, и, собственно, команда разработки, понятно, это вот те, собственно, счастливые люди, которые радуются каждодневной работе с вами и над вашим продуктом. Это совершенно разное количество. Обычно считается, на самом деле, что команда в Scrum'е должна быть человек 7, не больше. Это нормально. Поэтому лучше команда подразделять по какому-либо принципу. то есть, если вы работаете в каких-нибудь проектах, связанных с сайтами, например, господи, с разработкой, да, десктопной интернет-разработкой, то это может быть команда фронтенда, команда бэкэнда, там, команда редакторов, если это сайт с контентом, какие-то, ну, такие вещи. То есть, это в целом вся одна команда, но под команды все-таки разные. Если это мало народу, то фронтенд и бэкэнд могут быть одной командой, если народу много и там, и там, то это разные команды. И желательно, и возможно ввести для них разные спринты, но синхронизировать их в определенный промежуток времени, чтобы все делали одно, единое дело, чтобы все понимали, что делают другие, чтобы не было так, вот как мы приводили в пример с тем, что одни доделали, считают, что они уже нормально, другие еще не доделали, но, как бы, у них еще планов громадье. Ну, поехали дальше. Поговорим про скрам. Почему вообще про скрам, почему ему такое внимание? Потому что чаще всего используют, на самом деле, его сейчас в разработке как методологию. Потому что есть ограничения по срокам, потому что подходит для больших компаний, и, в принципе, самая такая популярная agile-технология. Камбан стал расцветать совсем недавно, последний, наверное, год-полтора, а скрам цветет уже давно, его многие используют. Пойдем сначала по элементам, потом по всему остальному. Собственно, это бэклог. Это пример бэклога из таск-трекера джири. Вижу непонимание на лицах, сейчас объясню. Таск-трекер это система отслеживания задач. Их бывает много разных. Есть трелла, возможно, вы слышали, есть асана, есть аха, есть еще какие-то миллионы других. Есть джири. Джири это таск-трекер от компании Atlassian, очень большой, известный, австралийский. Это такой прям интерпрайз инструмент. Он достаточно дорогой, подходит для больших компаний. Там есть конфлюенс, это вики такая, которая коннектится с джири очень хороша. Там, конечно, сложно с таблицами и оформлением, но жить в принципе можно. Я возготовлю к жизни большой компании. По крайней мере, я очень надеюсь, что мы с вами встретимся в одной компании в результате. И вот это пример, собственно, скриншот из джири, из какого-то, не знаю, продукта абстрактного, из интернета взятой. Здесь вы видите, собственно, скриншот уже с созданным спринтом. Выглядит это вот примерно так, то есть идут задачи, задачи, задачи. Соответственно, у самой верхней задачи, приоритет самый высокий, так, которая вторая пониже и дальше, дальше, дальше. Там вы видите 2-1-2-2, это оценка в story point. Про story point сейчас тоже поговорим. Сверху вы видите людей, аватары, которые участвуют в этом спринте текущем. Весь бэклог, ну, бэклог начинается вообще с надписи бэклог и идет там далеко-далеко-далеко. В рамках бэклога в джире можно создавать много разных спринтов, вот, и потом последовательно их запускать. А что еще возможно, что такое спринт? Сейчас, сейчас все будет, сейчас все будет. Вообще, вот, я не уследила, здесь должен быть не спринт, а просто бэклог, просто список задач. В общем, так примерно выглядит список задач в джире. Теперь переходим к спринту. Спринт это, собственно, тот самый промежуток 2-4 недели в скраме, за время которого вы пытаетесь принести инкремент в свой продукт. То есть 2-4 недели это итерация, за которую вы что-то в продукте пытаетесь сделать. Бывают 2, бывает 4, бывает 1 неделя. 1 это достаточно мало. Почему? Потому что для того, чтобы спланировать спринт, нужно сначала один раз собраться со всей командой, расставить приоритеты, оценить задачи, понять, в каком порядке и кто что будет делать, всем этим заняться. Ну, задач, если много, и команда большая, вы сами понимаете, сколько времени это может занять. Ну, типа, очень много. И в конце спринта нужно провести ретроспективу. Про нее сейчас тоже поговорим. ретроспектива это такое заключительное мероприятие спринта, на котором команда обсуждает, что сделано, что не сделано, что сделано хорошо, что можно было бы сделать лучше, почему не удалось что-то сделать, какие есть проблемы, какие проблемы мы возьмем и решим в ближайшее время. Вот. Как вы понимаете, это и звучит достаточно, собственно, затратно по времени. Если два раза в неделю встречаться по три часа, один раз в понедельник и другой раз в пятницу, допустим, допустим, когда люди будут работать, непонятно вообще. Ну, то есть, три часа, это я, конечно, утрирую, у нас уходит, если команда в семь человек, уходит час. но если час в понедельник, час в пятницу, то как бы, ну, реально, это достаточно много. К этому часу нужно как-то морально подготовиться, то есть, ребята должны просмотреть все свои задачи, понять, чего у них там накопилось, если это ретроспектива, какие у них есть вопросы, там, где у них были проблемы, вспомнить за всю эту неделю. То есть, это же не час, на самом деле, мы уже с вами говорили, что любая задача занимает минимум четыре часа, потому что нужно прийти в себя и вот это вот все, подготовиться, собственно, сделать задачу и потом как-то с этим все пережить и вернуться в нормальное русло. Поэтому тяжело, на самом деле, тяжело два раза в неделю вот этим всем заниматься. Тяжело и не очень нужно. Этап ретроспективы упускать нежелательно. Это многие делают, но нужно его как-то включать. Если нет возможности включить его полностью, то нужно включить хотя бы частично. Но сейчас мы дойдем до ретроспективы, я вам расскажу. Спринт может выглядеть вот так. Это тоже скриншот из джири. Собственно, самый ближайший ко мне столбик. Видите, как я решила говорить, когда не могу определить лево и право? Ближайший ко мне столбик это туду. Собственно, то, что нужно сделать, то, что еще не в процессе. ин прогресс понятно, то, что сейчас ребята делают, и дан это то, что уже сделано. По идее, должно получиться так, что все задачи, которые в туду, переходят в дан в конце. Новости у меня для вас плохие, так практически никогда не бывает, в реальной жизни. В идеале, конечно, ну да, да, да. Но там в лучшем случае бывает, что там одна-две задачи останутся в хвосте. Ну, то есть, не будут сделаны, а зависнут там в ин прогресс, например. Вот, но бывает больше. В зависимости от задач, в зависимости от качества. Что делать со спринтом вообще? И как все это выглядит? Собирается команда, допустим, это семь человек. Приходят они в, там, переговорку или там в свое место, где они собираются в офисе, ну, не важно. Продакт-оунер, он же продукт-менеджер, он же Гоша Гога и все остальные люди, вот. Он выбирает задачи, которые важны для продукта, которые нужно сделать. И говорит, вот нам нужно сделать вот это, это, это и это. И команда говорит, типа, окей, ну, мы поняли, давайте будем делать. При этом, вы помните, да, что продукт, он человек, который за качество тоже отвечает, поэтому он не сует туда только фичи, а еще помнит про технический долг и вставляет туда задачи, которые нужны для того, чтобы команда чувствовала себя хорошо, спокойно и продолжала программировать в нормальных условиях. Программировать, тестировать, заниматься дизайном, вот это все. После того, как мы собирали определенное количество задач, там, более-менее терпимое, эти задачи начинают оценивать. Сейчас я вам, извините, извините, вот сюда. Есть метод в скраме для оценки задач, называется он пленнинг покер. Для него есть, можно делать вот такие карточки, на карточках написаны цифры, капитан очевидность, просто вообще, на карточках написаны цифры. Собственно, что эти цифры означают? Цифры означают сторипоинты. Сторипоинты это такая единица измерения для оценки задач. Обычно берется так этот сторипоинт, как он узнается. Берется какая-то задача, которая всем понятна, как ее сделать. Она должна быть нормальной по объему, не супер большой, не супер маленькой, но нормальной. Нормальные очевидные задачи, с которыми понятно, как работать. эта задача берется за один сторипоинт. Это такая условная система измерений. Вы принимаете какую-то задачу как сторипоинт, и потом, отталкиваясь от нее, уже оцениваете остальные задачи. Типа, вот эта задача это две таких задачи, ну, примерно. Эта задача это половина этой задачи, ну, и так далее, и тому подобное. Сторипоинтов может быть очень разное количество. Ну, собственно, здесь вы видите и 5, и 8, и 13, и 20, и прочее. Это почему хорошо? Потому что так, на самом деле, достаточно удобно оценивать объем. Во времени легко прогадать, потому что мы можем сказать, нам делать это 4 дня, а на самом деле будем делать это 6, потому что там что-то не учли. А если мы меряем целым объемом задачи, в которые уже включено все, что было в прошлом, то есть там и тестирование, и что-то еще, и какие-то спорные моменты вдруг, если они были, так легче объем померить, так понятнее, и так, скорее всего, будет правдивее, на самом деле. Можно оценивать сторипоинтами, и лучше ими оценивать, но на самом деле так не все делают. Многие до сих пор оценивают по времени. Если оценивать задачи по времени, тут очень важно напомнить людям, что при оценке они должны учитывать то, что им нужно начать условно работу, то есть взять какие-то данные, что задачу нужно сделать, что нужно результат еще потом показать, и нужно, чтобы результат работал. Если две задачи связаны между собой, то нужно объяснить, что сначала эта задача, а потом другая, в каком порядке их правильно делать, как они могут повлиять друг на друга. Все вот эти моменты в идеале должны быть прояснены во время планирования спринта. То есть поэтому я вам говорила про три часа. Если команда большая, то это реально может очень много времени занять. За час сложно, потом, если это на поток поставлено, и люди, в принципе, уже научились и понимают, что делать, это достаточно быстро происходит, легко делается. Но в самом начале, особенно, когда вы только вот это все внедряете, это вообще темный лес. Все обязательно что-нибудь забудут, потеряют, сломают, ну и как всегда. Собственно, оцениваем задачи, которые набрали. понимаем, что человек за спринт может сделать только ограниченное количество задач. То есть если у человека рабочая неделя, например, 40 часов, ну, допустим, 40 часов, не учитываемые переработки, нельзя учитывать переработки, на самом деле, и перегружать. Это плохо заканчивается. Люди выгорают, они потом от вас уходят. Приходят в компанию, уходят от менеджера. Запомните. Ну, вот это правда так. Уходят от менеджера. Бывают обстоятельства, но на самом деле роль руководителя, она очень, очень важная. От менеджера не обязательно от вас, как от продакта, может быть, от своего менеджера, функционального руководителя, но уходят чаще всего из-за вот таких вещей. Так вот, допустим, вы разобрались с задачами, оценили, либо так, либо так. А, простите, утекла мыслью под реву, да, 40 часов. В общем, планировать надо так, чтобы задача была на 40 часов, не надо на больше. Ну, реально не надо. А вообще, на самом деле, честно, лучше на 36. Почему? Потому что у человека есть обед, потому что он обязательно пойдет там, попьет чаю, пойдет сделать что-то еще. Не, ну, это прекрасно, вы можете напланировать на 50. Я вижу, что там кто-то смеется, и, как бы, ну, что же он тогда вообще работать не будет? А вот так. Ну, то есть, ну, серьезно, вы реально думаете, что все сидят, не покладая, прям фигачат? Ну, прекрасно, если у вас настолько мотивированная, классная команда, что люди забывают про обед, ну, это уже не очень прекрасно, но тем не менее. Что им не нужно есть, ходить в туалет, там, ходить к врачу, ходить в спортзал, заниматься какими-то своими делами. Окей, хорошо, если так, но это бывает редко. Потому что люди пьют чай, люди обедают, люди общаются с другими людьми, люди выясняют какие-то проблемы, люди там могут отвлечься. Ничего в этом страшного и, ну, странного нет. Нужно просто понимать, на самом деле, что, ну, не бесконечные человеческие способности и объем какой-то нервной деятельности, он тоже ограничен. нельзя нагрузить человека восьмию-десятью часами и потом требовать, чтобы он все это сделал. Это невозможно. Ну, вы можете это сделать, но вы ничего от этого не получите. Ну, смотрите сами, решайте сами. Можете делать, как, типа, в океаре и давать на 30% больше, но тут есть большая проблема. Если человек постоянно будет оставаться вот с таким хвостом не сделанного, он будет чувствовать себя плохо, потому что он никогда все не сделает, он никогда не сделает ничего до конца. Ну, по крайней мере, это будет его ощущение. А это неприятно. Неприятно всегда быть в каком-то хвосте, неприятно оставаться с недоделками. И это будет так давить-давить-давить, что надавит в итоге до такой степени, что, ну, человек скажет, ну, нет, я как-нибудь уж без тебя дальше буду в плейнинг покер играть. Распланировали вы свои задачи, допустим, все у вас хорошо, ну, как кажется, по крайней мере, что все у вас хорошо. Да? Да, вот. Вы со всеми договорились, все поняли, приоритеты расставили. Те, которые сверху задачи стоят, у них приоритет выше, еще раз, остальные, те, которые ниже стоят, у них приоритет, собственно, ниже. в таск-трекерах, в джире можно видеть по людям, ну, там, увидеть аватарки, на кого какая задача назначена, какой приоритет она имеет, в каком моменте времени она находится. Здесь, кстати, по времени идет оценка. Важно во всем этом деле просить людей, чтобы они трекали свой прогресс в задачах, потому что это никто не любит делать, вернее, как все делают задачи, забывают про прогресс и как бы, ой, ну, ладно, я потом запишу. Потом не будет. Вообще, у вас никогда не будет потом. Как бы, жизнь работает так, что потом не бывает. Ну, есть сейчас, а потом у вас, ну, не будет, скорее всего. Поэтому нужно озаботиться тем, чтобы люди свои задачи трекали. Это можно делать по-разному. Вы можете писать общие сообщения в чат командный и писать, ребята, пожалуйста, потрекайте время за свои задачи. Вы можете делать это во время стендапов. Стендапы — это небольшие встречи 10-15 минутные каждый день в одно и то же время. В зависимости от того, когда люди приходят на работу. Если они приходят на работу к 10, то встреча пускай будет 10-30. Если они, как на самом деле, в реальности в IT приходят на работу к... А вы... Ваша объективная реальность не очень объективная. Если они приходят к 12, то как бы у 12-30. Вот. Ну, и, собственно, вы поняли, что делать. Но желательно, чтобы все равно стендап был в начале дня. В чем заключается стендап? Стендап заключается в следующем. Люди приходят, стоят, не садятся, они стоят, обязательно стоят, и рассказывают, что они сделали вчера и что они будут делать сегодня. На этой встрече не обсуждаются проблемы, на этой встрече не обсуждаются какие-то там суперсложные моменты. Человек может сказать, что есть проблема или есть какой-то спорный момент, но вы тогда будете разбираться отдельно. Это такая встреча для апдейта статуса, не для чего больше, но для того, чтобы все были в курсе того, что они делают. Почему нужно стоять? Потому что, если вы сядете, то 15 минутами дело не кончится. Это будет полчаса, это будет 40 минут, это будет гребанная бесконечность. Потому что, серьезно, я часто вижу встречу, типа, забронированная переговорка, написано стендап на час. И они реально сидят там час, а потом им еще времени не хватает. Ну, блин, нет, так не надо. Вы же понимаете, вы час потратили в понедельник, если у вас недельный спринт, час потратили в пятницу, и каждый день несчастные разработчики час сидят в этой переговорке и думают what am I doing here? Ну, реально, у них, типа, не сходится просто. Я программировать сюда пришел или где? Почему? Почему со мной все это происходит? За что? Собственно, стендапы полезная штука, но не надо ими очень сильно увлекаться, ну, в плане как раз их протяженности. С этим нужно быть супераккуратным. Обычно стендапы проводит скрам-мастер, если он есть отдельный. Он как раз и спрашивает, там, обычно все становятся в кружочек, как вот здесь ребята стоят, штурмовики, и скрам-мастер спрашивает, Алексей, что ты сделал вчера? Ну, и Алексей говорит, я там поменял цвет кнопочки, там, я не знаю, начал обучать модель, ну, в зависимости от того, чем Алексей занимается. Сегодня я буду делать, там, окей, спасибо, Алексей, а что ты делаешь сегодня? Будешь делать. Сегодня я планирую заниматься этим на этим. Окей, все собрались, поговорили, отлично, так по кругу, пока все не выговорятся. На этой встрече обязательно должен быть продакт. Почему? Потому что ему нужно знать, как идет проект. Если продакт не ходит на совещание и статус-митинги, это не очень хороший продакт. Это в случае, если нет проджекта. Если есть проджект, то ходит проджект, потом продакту все рассказывает. Но продакт обязательно должен быть в курсе. Нельзя считать, а они там сами сейчас как-нибудь, а я потом все проверю, пойду, нормально сделаю. Как бы, ребята, нет. Если люди озвучивают на стендапе проблему, то, скорее всего, эта проблема мешает им решать текущую задачу. Это значит, что вам нужно с этой проблемой разобраться, помочь человеку ее решить. Иначе вы затормозите, ну, затормозится ваш продукт, затормозится разработка. А это не то, чего вы хотите. Поэтому на такие встречи на самом деле желательно приходить. Понятно, да? Да. Ты сказала, что, допустим, оценить, сколько человек может сделать в спринт, можно в качестве часов. Как это в сторипоинтах оценивать? Вы сейчас задаете задачу? Это если вы оцениваете в часах. Да. Собственно. Не-не-не. Если в часах, то как бы по времени. По сторипоинтам на самом деле нужно понимать, это все равно относится ко времени. То есть сколько таких задач человек может сделать за неделю? Типа небольших задач он может сделать три. Окей. Значит, он делает определенные три сторипоинта. Это условно. Конечно, там не три, там обычно что-то типа десять-пятнадцать выходит, потому что задачи разные. Но примерно вот так. То есть смотреть на объем этой задачи, от него отталкиваться и составлять так, чтобы было понятно, сколько таких задач он сможет сделать за эту неделю. Это, ну, реально, это очень важный момент. Если, допустим, несколько спинтов подряд, то репоинты оказываются сделаны гораздо меньше, чем запланированы. Как бы за этим только кто-то следит или сверху могут сказать, что отрегатель этого не дорабатывают? Да, сейчас расскажу. В G есть, извините, в Jira есть инструмент, собственно, для отслеживания прогресса и, ну, не только в Jira, вообще есть такая штука, которая называется Burn Down. Я, простите, забыла про нее и не сделала слайд. Я вам потом покажу, на следующей лекции посмотрите. Burn Down это график выгорания, условно, сгорания задач. То есть у вас было 100 story points и у вас должно стать ноль к концу спринта. И этот график должен в идеале идти вот так вот. Если что-то пошло не так, вы видите в этом графике, конечно, различные геометрические фигуры. То есть это может быть и вот так, и вот так. Ну, совершенно по-разному это может быть. если вы видите, что Burn Down не сходится, это повод задаться вопросом, типа, что пошло не так. В конце каждого спринта на ретроспективе вообще нужно задавать вопрос, типа, мы не сделали эту часть, что нам помешало? И разбирать эту тему. Я понимаю, что это сложно. Ну, это звучит просто, вам никто не скажет, ну, в самом начале вам никто не скажет, что им помешало. Обстоятельства, я не знаю, собака съела домашнее задание, там, не знаю, кот пролил молоко на компьютер, ну, все что угодно. Там рагументация может быть любая, но никто вам не скажет, что, ну, с самого начала, пока там особого доверия нет, никто не скажет, что, блин, ну, я, извините, я тут вот пропустил этот момент немножечко это количество задач. Вот. С этим достаточно сложно. Есть такая штука, которая называется фокус-фактор. Она тоже про планирование в скраме, по большей части. Фокус-фактор, собственно, это цифра, которая образуется от, не собрать бы вам, от количества исходного времени, которое вы планировали, ой, от количества там story point'ов или исходного времени, которое вы планировали там сделать, и количество story point'ов и там времени, которое вы в итоге сделали. Второе делим на первое, получаем какой-нибудь ноль целых н десятых. В идеале фокус-фактор должен быть ноль восемь, ноль девять. Вот. Примерно такой. Если он ноль шесть, ноль семь, это уже вопросы. Ну, ой, ноль шесть, ноль семь, это, простите, ноль три, ноль четыре, вот это уже вопросы. Собственно, как это происходит? Следующий спринт, мы когда планируем, у нас есть определенное количество story point'ов или часов, мы это умножаем на вот этот фокус-фактор и смотрим, сколько у нас должно получиться. И планируем уже вот с этим отклонением. Потому что, типа, ребят, мы в прошлый раз уже 50 запланировали, давайте как бы 40 в этот раз. Потому что в прошлый раз что-то пошло не так. Вот эта штука помогает достаточно такому гибкому планированию. Это если все действительно отмечают в задачах время, ну или там собственно сделанные story point'ы и всякие такие штуки. Так можно гибко регулировать объем спринта. По крайней мере попытаться. Никто за вами прям, вице-президент за вами следить не будет, что вы там не доделываете. Но это будет понятно и так. Если вы отчитываетесь к какому-то топ-менеджеру, он, блин, поймет, что вы не доделываете. бабки ходить не надо, он на ваш бюрндаун смотреть не будет. Он на продукт посмотрит, скажет, ну как бы извини. И вы такие, ну, приходят в компанию, уходят от менеджера и такие собственно ушли. Это проблема, да, люди не всегда успевают. Но про оценку мы опять же более подробно поговорим на следующем занятии. На этом просто сейчас затронем. Ну, затронули уже. Я понимаю, что терминов очень много, но вы как-то привыкайте с этим жить. Я вот в перерыве говорила уже, что много, их всегда будет много, и они будут англоязычными, потому что все, что есть в нашем менеджменте по большей части пришло оттуда, собственно, из других стран. И английский язык, язык универсального общения, и очень много будет англицизма. Так что so what? Собрались на стендапе 15 минут, поговорили, все сделали. Разошлись дальше по своим местам работать. В конце у нас ретроспектива. Это примерная модель ретроспективы, что сработало хорошо, что можно улучшить, что мы сделаем в следующем сприте, ну, в смысле, из того, что можно улучшить. И все там говорят, мы там сделаем то-то, то-то, я там сделаю то-то, то-то и прочие вещи. Это затягивается и может затянуться надолго. В рамках ретроспективы важно понять, почему реально вы не успели и нужно копнуть. Вот тут нужно копнуть. Иногда бывает так, если вам понятно из разговоров человека, что он не успел по каким-то личным проблемам, копать не надо. Если вам сказали, он сидит весь красный, поговорите с ним отдельно. Но если там были объективные причины, типа я начал делать задачу, оказалось, что исходных данных нет, тут уж повод задаться вопросом и уточнить, почему исходных данных нет. Они, блин, должны быть. На самом деле, как человек, который ставит задачу, вы или project manager, должны были этим и заботиться, на самом деле, чтобы все данные были. То есть это ваша проблема. И вы, тот, кто в следующем спринте, должен сделать лучше, заимпрувить, извините, если вам угодно, этот момент. Копать надо обязательно. Обязательно на самом деле, в конце каждой ретроспективы, если все говорят, что все хорошо, спрашивать, что пошло не так, какие есть проблемы, чем я могу вам помочь. Всегда это нужно спрашивать обязательно, потому что в начале в ретроспективах все говорят, что все нормально, никаких проблем. Вы такие, а почему не успели? Все такие, да бог его знает, господи, ну, в смысле, ну, не успели, но бывает. И вы такие, ну, ладно, хорошо же, что все хорошо. Вот. И разошлись, и ничего, ничего не улучшили, ничего не сделали, все так осталось, потом накопилось, потом это снова повторилось, да. А если все успели, то бумажешь плат? Да. Ну, в смысле, попробовать, по крайней мере, можно. Сказать, ребята, вы молодцы, давайте попробуем сделать на одну задачу больше. Ну, нет так, нет, ничего страшного. Не сделают, не сделают. В этом беды нет. Но все успели, это такая тема. Окей. Да. Есть книжка, которая называется «Руководство фасилитатора». Ее нет в списке литературы, потому что я об этом не подумала. Запишите название, я в чатик напишу, потом скину. «Руководство фасилитатора», оно про то, как вообще ретроспективу проводить. Она вот такая толстая, вот такого объема. Удачи. Ну, в смысле, она действительно большая, там очень много техник по тому, как проводить и ретроспективы, и эти встречи по стратегии, и совещания, и переговоры. Ну, в общем, там можно как угодно, но эта книжка помогает в фасилитации ретроспективы достаточно неплохо. Собственно, в книжке про скрам, вот этой большой красной, тоже есть про ретроспективы, но там какая-то часть ей посвящена, но если именно сам процесс ретроспективы интересует, то лучше руководство фасилитатора, почитать. В общем, спрашивайте у своей команды про проблемы, это даст очень много знаний. У меня с моей прошлой командой было следующим образом. Мы собрались первый раз на ретроспективы, все сказали, все хорошо, никаких проблем. Во второй раз собрались, все хорошо, никаких проблем. Я напряглась вообще максимально. На третий раз я распечатала им картинки с Гарольдом, знаете, который скрывает боль. Это дед, который вот так вот улыбается. и распечатала, а каждое ему принесло и говорю, если, короче, тебе больно, но ты не можешь сказать, или если тебе кажется, что все хорошо, но что-то на самом деле пошло не так, подними Гарольда выше. И, собственно, после двух мелькнувших Гарольдов мы поняли, что есть, что улучшать. И смогли, наконец-то, об этом поговорить, потому что изначально оказалось, что все хорошо. А потом зато их было вообще не как бы... Нет, не все плохо, но потом ребята начали чуть больше доверять и стали рассказывать про свои проблемы. И они уже приходили на ретроспективы как на сессию к психотерапевту. Типа, вот, так, значит, у нас такие тут проблемы, вот такие и прочее, пятое-десятое. В общем, это было очень мило. Сейчас у нас почти не хватает на самом деле с моей текущей командой времени на ретроспективу, но мы каждую неделю встречаемся и каждую неделю я спрашиваю, что можно улучшить, что вам мешает, какие есть вопросы, какие есть проблемы. И они всегда могут подойти ко мне и спросить, что можно сделать. Да? У тебя вот сказала, что примерно команда там 40 человек. Это же нереально с таким большим объемом людей в центре сфередом и тут красиво. Ты их разбиваешь? Да, да. У меня поделено по командам. У меня есть команда, которая занимается, собственно, машин лернингом, есть команда, которая занимается инфраструктурой. Команда инфраструктурой занимается, собственно, где-то человек 8. Машин лернингом примерно столько же человек. Менеджмент там кусочек, столько, человек 3. И дизайн тоже какое-то количество людей. Вот. И я с ними отдельно встречаюсь. А вот как-то же их тоже надо делать? Безусловно. Их надо, безусловно, нужно вместе как-то сводить. И это обычно встреча с лидами отделов. То есть, есть лиды разработки, есть лиды обучения, собственно, машинного, лид дизайна, лид... Что я там еще сказала? А, лид тестирования, лид... Вот их собираешь, с ними разговариваешь, рассказываешь, что как, и дальше идете работать. Что мы... Что я еще делаю? Я все заметки про результаты там по неделе я кладу, например, в конфлюенс, делаю страничку за каждую неделю и кладу в определенное место про каждый отдел, пишу, что сделали там те, те-то и те-то. И на всю команду потом шарю, чтобы у всех был доступ, чтобы все могли посмотреть, кто что сделал, чтобы все оставались как бы in touch друг с другом, чтобы не было каких-то странных непонятных вопросов. это тоже основная идея, чтобы ты записываешь, когда ты еще раз приходишь, смотришь, что на прошлом будет, это не будет в любом конфликте. Можно просто это класть по командам, а можно класть за всех вместе. Я кладу за всех вместе. Смотрите, сейчас пару слов про юзер сториз, о том, как это должно работать и о том, как это работает в действительности. Должно работать примерно вот так. Юзер сториз это действительно должна быть пользовательская история, похожая чем-то на jobs to be done. Типа, как программист я хочу обновить питон, потому что это повлияет на продуктивность работы всего кода, например. И оценка, собственно, в сторипоинтах. По идее, должно быть так. Типа, как продакт-менеджер я хочу, чтобы в моем продукте была вот эта фича, потому что она там повысит конверсии. Должно быть так, но в результате вы, в принципе, видите, как это обычно бывает. Типа, кнопки должны быть красными. Футер у домашней страницы использует не тот стиль, не тот стиль должен быть другой. То есть, по большей части формулируются истории в формате все-таки больше задач. Есть в джире формат истории, есть в джире формат задачи. Мы, чтобы ничего не трогать, методологию идей, мы используем просто формат задачи на самом деле. и работаем с ним так. И формулируем собственно проблему. Типа, не работает то-то, то-то. Я стараюсь не формулировать, как что-то не работает, а стараюсь формулировать, как что-то, что нужно сделать. То есть, должно работать там вот это, вот это. И можно использовать на корняк слово сломалось, но лучше, в общем, не работает или не нужно не писать. Нужно писать, как нужно. Сдача это про то, чтобы сделать, как должно быть, а не про то, как не должно быть. Извините, опять капитан очевидность. Вроде бы с этим более-менее понятно. Гибрид. Скрамбан. Собственно, когда у нас есть work in progress, мы ее ограничиваем, но у нас при этом есть ограниченный период времени. Вообще, это вроде бы так, но можно сочетать их как угодно, если есть желание. Эти методологии можно мешать, но главное, хуже не сделать, главное, чтобы было лучше. Мы стараемся все-таки какое-то количество задач на человека по крайней мере стараемся ограничивать. Не всегда получается, но по крайней мере мы стараемся. И у нас у всех есть понимание, что если человек делает одну задачу, то вторую задачу он будет делать уже одной рукой, а это как бы все-таки понижение в качестве. гибрид достаточно удобный, он не обязывает к соблюдению методологии, так что можно всем этим делом пользоваться. Что еще тут про спринты забыла сказать, хотела. Особенность состоит в том, всего этого дела, что вы планируете спринт, и потом в течение двух недель только эти задачи делаете, и ничего не меняется. должно быть так. Должно быть так. До реальности очень скоро дойдем. не, 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 на следующий, на следующем, через две недели. Только на один спринт вы планируете. Смотрим, мы берем из бэклога. Мы задача. На начале спринта, ну, вернее, спринт, мы бэклогу вообще не смотрим, не трогаем. Да, берем из бэклога, планируем вот этот, и дальше. Сейчас дойдем. Сейчас я вам быстренько расскажу про спотифай, и чего у них там устроено. У них просто достаточно прикольно все работает. У них работает Хенрик Ниберек, который, собственно, написал это про скрам и XP from the trenches, которые можно почитать. У них команды называются скводами, да, как в Фитснайзе. Собственно, там небольшое количество человек, и каждый сквод занимается не просто каким-то конкретным направлением, а определенной задачей чаще всего. То есть, если там есть задача, допустим, будем делить так, задачи плейлистов, там команда плейлистов есть. Там задача дизайна кнопок, есть команда дизайна кнопок, ну, примерно так. И, собственно, они за то, и это абсолютно правильно, чтобы формулировка проблем и там фич была не как решать, а что решать. То есть, нам нужно сделать хорошие рекомендации, не нужно им писать, как это делать, какие там должны быть внутри истории, коллаборативные или фильтрации, какие-то еще моменты. нужно написать, что вам нужно, что нужно сделать, чтобы команда сама собралась и обсудила и решила потом, как все это в итоге притворять в жизнь. Большая достаточно схема. На Spotify-вскую вот эту историю есть ссылка в конце презентации, легко написано, плюс там есть видосик, можно посмотреть про то, как это у них устроено. Там вообще в двух частях, это вот вторая со схемы, есть первая часть, одна более такая абстрактная, можно послушать. Приятно, вот насчет скводов, очень классная штука, это прям суперудобно так делать, это классно. У них и скводы, и еще у них есть, если я не ошибаюсь, у них есть, да, 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 у них есть еще гильдии, вот там сверху нарисованы фиолетовым обведено. Гильдии, они могут быть и по интересам, которые людям, собственно, как-то дороги, и по каким-то более глобальным задачам, то есть там есть сквод плейлистов, но есть там гильдия домашней страницы, давайте так, условно, ну, домашняя страница сервиса, ну, и какие-то вот такие вещи. В общем, уровней абстракции несколько, и это круто, это помогает вообще на работу посмотреть под разными углами. Почитайте, посмотрите, будет интересно. Сейчас мы перейдем, собственно, к проблемам, с которыми люди сталкиваются в реальности, с которыми люди сталкиваются в реальности и в аджайле в том числе. Вот. Это проблема, про которую мы уже частично говорили, что мы все доделали, но на самом деле не доделали ничего. Трудно донести до людей, что законченная задача даже в аджайле, это про то, что мы действительно все сделали. Потому что люди, разработчики видят, как задача перешла из инпрогресс в тест, и как бы дальше все, спасибо. Я, я, я пойду возьму следующее. А? Мои полномочия. Да, на этом мои полномочия все. Типа того. он может начать делать следующую, конечно, но дело в том, что скорее всего, если там будет баг, а он вполне вероятно, что будет, ему нужно будет эту доделать, не бросить, как бы, и сделать после следующей, а доделать эту. К этому нужно быть готовым. И планировать спринт нужно, исходя из того, что у вас будет какое-то количество времени уходить еще на тестирование и на доработку. Это очень важно. Рассказывайте об этом людям, не стесняйтесь, говорите, что им нужна задача доводить до конца, что вот только когда она до конца доведена, вот тогда она сделана, иначе она, ну, сделана там наполовину или на 10%. Это важная тема на самом деле. У нас в комнате труп. Я пометила его стикером, обсудим на репроспективе. Считается, что люди вот не должны во время спринта ни на что отвлекаться, ничего другого там делать и смотреть, и только фигачить задачи, которые вы в начале недели поставили. И тут мы приходим к проблеме, которая есть практически всегда. Не бывает практически никогда, чтобы вы две недели работали только с теми задачами, которые вы запланировали. К сожалению, такое бывает очень редко. К вам обязательно, если этот проект уже запущенный, если он уже в продакшене, к вам обязательно кто-то придет. Либо что-то упадет, либо вас попросит там поставить что-то срочно, потому что пришли продажи, подписали с кем-то контракт, а продажи почему-то не в курсе, что вы делаете. И им надо кнопку вчера уже поставить, так что вы уже в принципе пропустили срок. Там кто-то заболел внезапно посередине спринта. Но вы же не можете правильно запланировать, что кто-то заболеет. Такое тоже может быть. Дело в том, что это все хорошо, но вроде как гибко, но на самом деле не очень-то и гибко. Этим скрам мне немножко не нравится, но как бы у меня нет лучшей какой-то альтернативы. Я за скрам бан в принципе, но тем не менее. Вот жесткий порядок задач, это не всегда хорошо, потому что особенно если опять же вы в продакшене, если вы получаете фидбэк от юзеров и вы видите, что у вас накопилась какая-то критическая масса фидбэка по определенной теме, вы понимаете, что вам в следующий релиз надо выйти уже с этим пофикшеном, с исправлением того, что вам юзеры написали или нужно добавить. И вам тогда, ну извините, придется взять и эту задачу от чего-то отказаться, конечно, эту задачу поставить в спринт, решить ее и уже выкатываться с ней, выходить в люди, в продакшен снова. Это нормально, это бывает, просто с этим надо смириться. У людей обычно бомбит от того, что им меняют задачи, бомбит от того, что меняют приоритеты. Так и будет, ничего не изменится, бомбить будет, но ваша задача в этой и следующих лицах как проект-менеджера сделать так, чтобы минимизировать количество вот этого всего, которое может случиться. поэтому нужно как можно лучше коммуницировать с другими подразделениями и договариваться о том, что вы будете делать. Если вы проект, у вас есть продукт, продукт должен знать, что вы делаете. Если вы уже там в продакшене, там соседние отделы, там тестирование, все люди, с которыми вы коммуницируете и с которыми вы как-то друг от друга зависите, все должны быть в курсе того, что происходит. Поэтому, пожалуйста, старайтесь как можно лучше. этим заниматься, коммуницировать с остальными отделами. При этом не забывайте, что планы должны быть, приоритеты должны быть. Менеджер — это не только и не столько просто про поболтать. Менеджер — это про то, чтобы организовать хаос и создать систему. Очень многие люди считают, что работа менеджера заключается в том, что он показал презентацию и ушел. и все, на этом досвидос. Ну, может быть и так, я не знаю у кого-то, но, пожалуйста, будьте хорошими менеджерами, любите свою команду, занимайтесь ей. Здесь про самое главное качество менеджера, о котором писала недавно Аня Булдакова, ну, относительно недавно. И самое главное качество менеджера — это забота. Звучит банально, да, окей, но ничего с этим сделать нельзя. Забота глобальная, в смысле вообще. То есть вы заботитесь о команде и хотите, чтобы им было хорошо, поэтому вы планируете задачи так, чтобы им было комфортно работать. Вы заботитесь о продукте и хотите, чтобы продукт был хороший и чтобы продукту было хорошо. Поэтому вы планируете фичи так, чтобы они были важны для пользователей, чтобы пользователи потом приходили в ваш продукт и радовались, и получали там свое счастье. Вы хотите получать деньги от продукта и вы заботитесь там о своей семье своей компании обо всем что зависит от денег и вы собственно планируете все монетизацию и денежную историю так чтобы эти деньги вообще были в продукте чтобы вы что-то получали чтобы у вас росли метрики чтобы у вас были конверсии все такое поэтому заботиться это очень важно я буду говорить еще об этом на следующей лекции но упомяну чуть-чуть сейчас если случилась такая история что вы задержались с командой на работе это важно вы задержались командой на работе не команда содержалась а вы ушли нет так быть не должно если вы так делаете вы сразу плохой менеджер если команда сидит и пилит релиз а вы взяли и ушли вы плохой менеджер и отвратительный человек ко всему прочему потому что вы должны быть с ними и быть с ними пока они этот релиз не закончат нет если у вас там конечно какие-то запланированный год назад там не знаю баллу президента как бы возможно вас поймут но вообще можно бы на самом деле на следующий год пойти я я серьезно вам говорю нужно быть команды рядом потому что им может понадобиться ваша помощь в разъяснении задачи в донесении там до чего-то сведения что там что-то сделать нельзя в лоббировании выкатки почему потому что обычно в больших компаниях время выкатки в продакшен ограничено например там не знаю четверг 6 часов после 6 часов вечера обычно выкаток не делают а если вам нужно срочно выпустить какие-то исправления это значит у нас значит что вам нужно будет поговорить с администраторами чтобы ваши программисты смогли выкатить новый remake чтобы администраторы выкатили новаяắcь для ваших программистов вы должны быть рядом вы должны и заказал это не должны это уже как бы как хотите но лучше и можно сделать так заказать им пиццу принести какой-то еды я не знаю принести ему кофе если мы то надо это абсолютно нормально. Это нормальное человеческое отношение, потому что если вы к ним относитесь как к людям, к вам тоже будут относиться как к человеку, а не как к той странной бабе, которая приходит, орёт и потом уходит. Серьёзно. Я сталкивалась с пониманием менеджера как чайка-менеджера, знаете, насрал и всё, как бы до свидания, больше меня ничего не волнует. Собственно, тогда продукт такой же и команда такая же. Чайка-господин. Это было интересно. Жаль, вы этого не видели, но это было интересно. В общем, вернёмся обратно. Короче, пожалуйста, смотрите, следите. Всякое в жизни бывает, бывает такое, что задерживаются. И обязательно благодарите людей за работу. Это нужно делать. Если вы в конце, если вы на ретроспективе говорите людям спасибо за то, что они сделали задачи, это, блин, апает их мотивацию и апает их желание вообще жить дальше и продолжать работать достаточно сильно. Это очень просто. Слово несложное. Почти никто его не говорит. Люди делают. Понятно, что они им деньги за это платят. Всё понятно. Но есть человеческое отношение. Есть понимание того, что они не просто просто бабло тут приходят зашибать, а то, что они тоже горят продуктом, горят проектом и хотят сделать хорошо. И это часто так. Бывает, что люди выгорают, но часто это так. Поэтому просто скажите спасибо. У вас ничего от этого не отвалится. Относитесь к ним хорошо. Это нужно. Это реально нужно делать. Я понимаю, что может быть кто-то не согласен, не согласен, не делайте. Но вот это просто из моей практики. Я говорю своим спасибо. Ну, не знаю, советую делать так же. По-моему, это хорошо. Вот есть еще один отличный слайд. Так иногда получается. это, собственно, про то, что, опять же, бывает так, что не получается, чтобы две недели вы фигачили только те задачи, которые хотите, которые вы запланировали. И в итоге происходит вот в конце месяца срамота, а каждый день стыдобушка, собственно, вместо стендапа. Но это реально может быть. И приготовьтесь к тому, что такое будет. И ваша задача не просто сказать, типа, нет, мы не будем это делать. Типа, и все, до свидос. Если это важный таск, и если к вам приходит вице-президент и говорит, в смысле? Как бы вы, конечно, можете сказать, мы не будем это делать, но вас тоже там спросят какие-то еще пары вопросов, и, может быть, последний в компании. Ваша задача понять, как сделать так, чтобы все сделать и не потерять вот практически ничего или потерять по минимуму. Ваша задача минимизировать потери и сделать максимум качества из этого. Не паниковать, не ходить, не орать, не сидеть, не... Вот это вот не делать. Не тратить на это время, не тратить нервы программистов. Ваша задача сделать все прям нормально. Прийти и сказать так, Так, ну, короче, от этого откажемся, сделаем вот это, все нормально, не переживай, делаем, все хорошо. Он скажет, ну я же, ну, блин, чувак, так бывает, это тебе не стартап, вот, так происходит. Хотя и в стартапе бывают всякие штуки, может быть, такое тоже. В общем, ваша задача всегда быть оплотом покоя и умиротворения. Не всегда это получается, у меня не всегда, далеко, но задача примерно такая. Нужно, по крайней мере, к этому стремиться, хотеть в эту сторону идти. Так, вроде бы я рассказала про методологии. У вас, наверное, остались вопросы про скрам, вы спросите. Да. У меня нет, у меня я сам себе скрам-мастер. Вообще, может, в каких-то командах и есть, но обычно эту роль выполняет project на самом деле. А если я в команде буду решила запустить, и что я в этот момент буду делать? Project или лид. Обычно происходит типа обучение какого-то количества человек, там, если это mail, то чаще всего это project менеджеры, вот, или продакты. Их обучают какое-то количество дней, там, два, например, этим всяким мастерству скрам-мастера, аджайлу и вот этим прочим модным словам. Потом они приходят и насаждают этого в массу, уже работают со своей командой. Вот, ну, на всяких тренингах неплохо, скрам-трек очень много тренингов ведет, достаточно хороших, можно у них посмотреть и поучиться, если есть возможность. Ну, там достаточно, там стоит денег, в принципе, все, во всех смыслах. Вот, но есть, опять же, вопрос, проблема внедрения аджайла в большую компанию. Это, наверное, отдельная тема, там, и большая история, потому что вот аджайл на самом же деле, это просто эта система, отлаженная, хорошо работающая система, а не какая-то размытая абстракция. Вводить отлаженную, хорошо организованную систему, это всегда боль, особенно в том месте, где сплошной хаос, и раньше не валялось ничего, связанного с порядком, а только так, обрывки, кусочки. Поэтому аджайл воспринимается сначала достаточно болезненно, особенно все эти встречи по 15 минут, это прям, типа, что я и так тебя вижу каждый день, я еще с тобой разговаривать должен 15 минут, иди в баню просто. Ну, это, это, это дается сложно, это дается сложно, это не сразу приходит, поэтому тут надо мягенько к этому подходить. Можно, например, вводить сначала одну встречу в неделю, и не вводить стендапы, потом две, например, ну, если это почему-то у вас в неделю так вот, ну, не знаю, потом две, потом стендапы, вот, ну, так, постепенно, поэтапно. Если не было оценки задачи, то потом оценку задачи. Сначала научить, дать людям понять, какой объем они могут выполнять, потом делать так, чтобы они этот объем могли нормально вам в самом начале оценить. То есть это все делается, ну, желательно это делать по кусочкам, если раньше ничего этого не было, потому что если сделать это сразу, то будут проблемы, будет еще больше хаос, на самом деле, больше, чем был. Вам оно надо? Сомневаюсь. Еще вопросы? А что, если кто-то, действительно, совершенно сопротивляется? То есть, допустим, в стендапах ничего не плохо не раскладывается. Ну ничего, день как день, сегодня тоже день как день. А ретро так же себя ведет. Что с этим? Так, его задача же, ну, понятно, что день как день, но задача же рассказать не какой кофе он в Старбаксе пил, и какая погода сегодня на улице. А какие задачи он сделал? Типа, допустим, человек ранен специалист, но тупо отказывается это делать. Даже если с ним лично поговорить. Ну, это проблемы, которые, на самом деле, в личном порядке надо решать. То есть, здесь это объясняется достаточно просто. Ну как, не достаточно просто. Вообще можно сказать ему, что, чувак, ты, как бы, хороший специалист, ты влияешь на мотивацию очень сильно. Из-за тебя, ну, как бы, рискуем сделать так, что команда сильно просядет. Как бы, команда просядет, все просядет. Проект просядет, продукт просядет, зарплата твоя просядет. Ну, это такой, как бы, ультовый, конечно, аргумент. Его не стоит, как бы, употреблять. Но человек обычно, который хороший профи, он понимает, что если все теряет деньги, то он тоже деньги потеряет. И уважение, скорее всего, он тоже потеряет, и авторитет. Но с этим надо работать отдельно. Ну, потом мы можем как-нибудь поговорить, да, про это. Нет? Ничего? Я думала, вопрос был. Еще. А есть какие-то нюансы при работе с удаленной командой и, в общем, в этой нюансе? В этих, тут сложнее организовать стендап, конечно. У нас, когда у меня была распределенная команда, мы делали похожую просто штуку. Мы пользовались Slack, и у нас в 12 часов стоял notification, типа, расскажи, что ты сделал вчера и что ты будешь делать сегодня. И люди писали, что они там делали вчера и что будут делать сегодня. Ну, то есть, достаточно просто. А на ретро и на планирование мы созванивались все вместе. Ну, то есть, тут достаточно просто все это решить. Кажется, что, в принципе, беспроблемно. Ну, надо иметь желание это делать. Тут бывает проблема, что люди на связь перестают выходить. Вот это, как бы, дело такое, с которым надо по-другому уже работать и решать. Но это дело уже не в скраме, на самом деле, а, в принципе, в таких проблемах аутсорса. Еще? Сейчас существует опыт проведения скрама именно не то, что все собираются во время комнаты, а, допустим, я сошел за компьютером в одном здании, человек сидел. Ну вот, я только что про это говорила. Можно созваниваться, если это, как бы, команда, кто работает по скраму. Можно созваниваться на планерке, обсуждать это так. Благо, средств видеосвязи сейчас, ну, блин, такое количество, что грех не пользоваться. Мы иногда так делаем. Если кто-то уезжает в командировку, мы так делаем. Ну, у нас есть великое изобретение человечества, которое называется Polycom, которое невозможно подключить, а потом невозможно выключить. Вот. Прекрасная штука. Ну, это для конференции. Если кто-то уезжает в командировку в другой офис, можно по Polycom, собственно, приконнектиться и так поговорить. Но один раз было так, что мне разработчик позвонил с телефона, когда я была в командировке, просто вот так вот его поставил. И, собственно, я с командой разговаривала вот так, вот отсюда. Они все сидели вокруг. И меня крутили иногда. Очень интересное ощущение. Достаточно забавно. Ну, то есть, это все решаем. Все? А что за продукт? Ну, если такая большая команда или в машине, вот такие вопросы я задам. Не, ну, я вам расскажу, но не так. Потом вы тоже узнаете. Как раз к маю все узнаете. Все, спасибо. На сегодня все. Отзыв оставьте.